Для организаторов конкурса это стало своего рода открытием. Если год назад, чтобы сочинцы поддерживали чистоту у себя во дворах и благоустраивали их, муниципалитет стимулировал денежными призами, то в этот раз многие горожане, не дожидаясь объявления о старте приема заявок, уже привели в порядок свои придомовые территории, подъезды и даже целые микрорайоны. Прошла Олимпиада у нас, люди на фоне Олимпийских игр, проведения, стараются еще более благоустраивать район, появляются в домах, даже сами жители себе обустраивают придомовую территорию. Вот есть голубой дали 40 дом, там жители своими силами создали очень прекрасную картину. Лебеди поставили искусственные цветы, просто замечательно. В этом году администрация города решила призы сделать более весомыми. Те, кто займет первые места в каждой номинации, а их семь, будут удостоены знака почета за безупречную службу городу Сочи. Эта награда предусматривает ежемесячную прибавку к пенсии в размере 7 тысяч рублей. Председатель ТОС Черемушки Анна Бахмуткина у руля целого микрорайона почти 15 лет. Говорит, менталитет людей изменился в лучшую сторону. Многие стали аккуратнее относиться и к общедомовому имуществу, и вообще в целом городу. Например, в ее подъезде уже подготовились к празднованию Дня города. Я считаю, так как сейчас население приватизировало квартиры, приватизировало землю, то они тоже должны принимать участие в таких крупных праздниках, устраивать субботники возле своих территорий. На конкурс только в Адлерском районе уже подано 40 заявок. Это и ТОСы, и управляющие компании, и дома. Как говорят местные жители, свою часть курорта ко дню рождения Сочи, они представят в самом лучшем виде.